Анастасия Болицкая искренне верит в добрые дела. Сама занимается волонтёрством более двух лет. Девушка – лидер добровольческого направления «Команда жизни» общественной организации «Наш Севастополь». Вместе с единомышленниками Анастасия помогает детям из детских домов и интернатов, людям с ограниченными возможностями здоровья. «Моя «Команда жизни» – это то, ради чего я просыпаюсь каждое утро, ради того, что побуждает меня действовать каждый день. Потому что действительно приятно творить добро, приятно делать то, что нужно людям». Международный день добровольца отметили торжественным мероприятием. По словам одного из руководителей общественного движения «Доброволец» Николая Помогалова, в этот день у всех волонтёров города есть возможность объединить свои усилия. «Волонтёрское движение всегда в Севастополе было развито, оно всегда на порядок выше стояло, чем в других регионах, потому что здесь издавна патриотическое воспитание, патриотический дух всегда присутствовал в Севастополе». Торжество открыли представители власти города, поблагодарили за работу и выразили почтение добровольцам. Грамотами отметили самые активные волонтёрские организации и добровольческие движения. «Здесь в этом зале собрались, ну, это, можно сказать, сливки гражданского общества. Это самые неравнодушные люди. И, вы знаете, без добровольцев, без волонтёров не проходит ни одно мероприятие. Вот надо сделать какое-то замечательное, интересное событие. Кого зовут? Молодёжь». Правительство Севастополя разработало систему поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2017 году на эти цели были выделены более 20 миллионов рублей. Накануне Международного дня добровольца по поручению губернатора Севастополя также приняли решение о выделении дополнительно 4,5 миллионов рублей для развития волонтёрского движения в городе. Светлана Федодеева, Илья Якушев, информационный канал Севастополя.